В России исчезает гражданская авиация. Полеты стали настоящим экстримом после начала полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году российские авиакомпании совершили 2000 рейсов на самолетах с деталями и компонентами, срок годности которых истек. Это данные на май 2023 года. В сети все чаще появляются видео, на которых видно, как самолет не может улететь из-за неработающих двигателей. Сколько времени понадобится Российской Федерации, чтобы восстановить отрасль до довоенного уровня. Поговорим об этом с экспертом по вопросам развития авиационного рынка, членом Общественного совета госавиаслужбы Богданом Долинцы. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Богдан, как бы вы охарактеризовали то, что сейчас происходит с гражданской авиацией в России? Да, мы на сегодняшний день наблюдаем системное снижение уровня безопасности полетов, которое прослеживается и с точки зрения снижения качества и объема обслуживания самолетов, и с другой стороны это влияет и подтверждается количеством тех инцидентов, которые на сегодняшний день начинают фиксироваться с этими воздушными судами. Это ожидаемый результат того, что на сегодняшний день российские авиакомпании, как правило, используют или контрафактные, или некачественные запасные части, или, как правило, если мы говорим об методах обхода санкций, это использование бэушных запасных частей, когда фактически из самолетов третьих стран снимаются какие-то бэушные блоки, там они списываются, на их остаточный летный ресурс используют российские авиаперевозчики уже у себя, а те компании, которые эти блоки списали, они просто получают с завода новые. Тут ключевое все-таки надо понимать, что в условии сохранения санкций ситуация будет только усугубляться, и количество инцидентов с российскими самолетами, оно будет увеличиваться. Мы уже видим, что те самолеты, которые ремонтируются контрафактными или бэушными запчастями, они стараются оставлять для полетов внутри территории России, а те самолеты, которые используются для заграничных перелетов, как правило, для этого не используют так называемый авиационный каннибализм, когда часть флота стоит на земле, и фактически с нее снимаются еще те запчасти, которые можно использовать. Ну вот, кстати, об авиационном каннибализме, о котором вы говорите, сколько еще есть самолетов у России для того, чтобы их разбирать на запчасти? Да, надо понимать, что этот процесс, он такой перманентный, потому что в среднем на сегодняшний день оценки о количестве самолетов, которые фактически стали жертвами авиационного каннибализма, оно находится где-то между 15 и 20 процентами. Вот, если мы говорим об ситуации, условно говоря, в начале этого года, речь шла о порядке 10 процентов самолетов. Но эта цифра, она не постоянная, потому что мы понимаем, что, условно говоря, какой-то самолет поставили к забору, с него сняли часть блоков для того, чтобы восстановить другие самолеты, но при этом они пытаются найти какие-то или бэушные запчасти, или какие-то серые схемы для того, чтобы все-таки ввести дефицитные элементы, и те самолеты, которые летают, поддерживать, и в том числе те, которые стали жертвой авиационного каннибализма, если там еще небольшое количество блоков и систем снято, чтобы все-таки его вернуть в строй. И мы будем наблюдать в том, что этот процент самолетов, которые остаются на земле, он будет понемножку-понемножку возрастать, и в целом критический уровень может быть достигнут к 2025, возможно, даже 2027 году, когда около третья, может быть, даже половина российского флота не сможет выполнять полеты, но это все возможно только при условии соблюдения очень серьезных и жестких санкций. Если возможности для их обхода будут появляться, и контроль все-таки будет оставаться на невысоком уровне, к сожалению, этот период может растягиваться. А сейчас появляются возможности для обхода санкций? Как-то российские власти пытаются улучшить ситуацию с гражданской авиацией в стране? Есть ли у них какие-то варианты для этого? Ну, мы видим, на самом деле, ряд действий, которые предпринимаются и предпринимались. Например, еще весной этого года было принято два решения авиационной администрации Российской Федерации. Первое касается того, что есть специальный журнал на борту самолетов, в котором фиксируются все неисправности и замечания. И если раньше туда могли записывать любой член экипажа существующие поломки или замечания к работе самолета, то на сегодняшний день это стало запрещенным действием. Для того, чтобы записать любое обращение в этот журнал, необходимо сначала, чтобы его согласовал командир воздушного судна. Таким образом, они пытаются закрыть глаза на существующие проблемы, потому что будет меньше обращений, соответственно, будет меньше потребностей в ремонте и, соответственно, в конечном итоге будет меньше потребностей в запчастях. Второе важное, то, что произошло, это многие авиакомпании выдали указы, которые рекомендуют пилотам, например, не пользоваться тормозной системой самолета, а пневматическое использовать, условно говоря, только торможение двигателями. И только в крайнем случае, если они понимают, что они уже не могут остановить самолет, только после этого использовать уже пневматическую систему торможения фактически колесами, потому что у них есть достаточная проблема с покупкой самих колес к самолетам, они стираются во время торможения. И вторая составляющая – это тормозные колодки. Потом еще третье было решение, которое они использовали, это то, что расширит так называемые строки ремонта и поддержки техники. В основном говоря, речь идет о том, что есть блок, который по требованиям нужно проводить, видимо, техническое обслуживание раз в тысячу летных часов, они разрешили увеличить на 20% окно от строчки. Если раньше разрешалось 1000 плюс 100 часов, и в этих 100 часах надо было провести это обслуживание, они разрешили, условно говоря, по некоторым блокам плюс 20%, по некоторым плюс 40%. Это означает, что если блок надо было обслужить через тысячу часов, и у тебя был какой-то запас 100 часов, то они разрешили сделать этот запас по каким-то блокам 200 часов, по каким-то 400 часов, а по некоторым системам увеличили его в два раза. И фактически те узлы, элементы, которые должны были проверяться, условно говоря, каждые тысячи часов, их на сегодняшний день проверяют только каждые две тысячи часов. За счет этого они пытаются снизить, с одной стороны, потребность в количестве регламентных и технических работ на российских самолетах, с другой стороны, понятно, что все технические работы требуют наличия тех или иных запасных частей, которые меняются во время обслуживания. Какие-то защитные вещи, какие-то вещи связанные с стационарностью работы этого блока. Но мы понимаем, что эти все действия, они в конечном итоге приводят к увеличению количества авиационных инцидентов, потому что каждая строчка, каждое правило в авиации написано кровью. И поэтому продолжение такой практики, оно будет увеличивать, с одной стороны, количество авиационных инцидентов, а в конечном итоге количество авиационных катастроф, в том числе с жертвами. А скажите, Россия может попросить у кого-то помощи в сфере гражданской авиации? И если да, то у кого? Мы видим, что Россия уже пробовала просить помощь, например, у Ирана для поддержки обслуживания своих самолетов. Ничем успешным это не завершилось, потому что мы понимаем, что Иран сам много лет находится под санкциями, им тоже непросто поддерживать свой достаточно ограниченный флот самолетов. Там речь идет о нескольких десятках самолетов, которые они эксплуатируют. Но при этом мы понимаем, что тот объем, который и потребности Российской Федерации, это речь идет о сотнях самолетов, в принципе, Иран не способен никаким образом закрыть. И даже те пару самолетов, которые передавались Ирану для проведения технических работ, насколько мне известно, они около шести месяцев находились там, и только после этого смогли хоть кое-как провести эти работы и закрыть регламенты. Те работы, которые, как правило, проводятся всего лишь пару недель. Поэтому, скорее всего, эта практика не имеет будущего. Но, с другой стороны, есть достаточно большие страны, которые могут помогать России. Пока что информации о том, что они как-то прямо или не прямо помогают, не было. Но мы понимаем, что сложно узнать. Потому что в прошлом году была тоже информация, что ряд турецких компаний едва не попали под санкции за то, что помогали российскими компаниями ремонтировать и поддерживать техническое состояние их самолетов. И в том числе была информация, что, возможно, такие же услуги предоставляли какие-то китайские компании. Но при этом каких-то реальных прямых воздействий, насколько мне известно, после этого не было. Но при этом информация о том, что эти компании продолжают предоставлять какие-то услуги, она, по-моему, больше не появлялась. Возможно, они приняли правильные решения и перестали сотрудничать с Российской Федерацией. Или, конечно, есть более сложная ситуация, когда они нашли просто другие методы, которые не позволяют отследить или явно выявить такую помощь. Вот эти неоднократные сообщения о не взлетах российских самолетов, о поломках. О чем это говорит? Самолет ведь перед взлетом проходит техосмотр. Получается, что знают о том, что есть некие неисправности, есть некие технические проблемы и все равно выпускают на взлетную полосу, подвергая тем самым риску жизни людей десятков? Да, если говорить о предполетной подготовке, то мы должны понимать, что есть разные виды проверки и подготовки самолета. Если говорить, естественно, о самой подготовке и проверке перед вылетом, то, как правило, это так называемый A-check. Это очень достаточно короткий осмотр, он там не предусматривает достаточно детального анализа. Проверяется то, что ключевые системы и бортовая электроника не имеют записи о каких-то сбоях, о том, что в журнале регистрации замечаний нет записей о каких-то критических неисправностях. Кроме этого, мы понимаем, что есть ряд систем, которые не относятся к критическим, но которые тоже являются важными. И, как правило, по таким системам разрешается откладывать ремонт или обслуживание на несколько десятков, а по некоторым системам несколько сотен часов, даже если они записаны в этот журнал. Потому что многие системы самолета задублированы. И, конечно, может быть ситуация, когда есть какие-то некритические системы, которые важны для полета, но при этом они на безопасность не очень влияют. И, с другой стороны, может быть ситуация, когда фактически есть какие-то периодические сбои, но в связи с тем, что их не разрешает записывать в журнал регистрации этих сбоев или ошибок, или замечаний, то техники просто эти системы даже не проверяют. Потому что есть определенная процедура, регламент. Если мы говорим о полном контроле тех или иных систем, то он, как правило, проводится на более сложных формах технического обслуживания. Это когда уже самолет ставится в ангар, и тогда уже каждая система отдельно проверяется. Но мы помним, что после введенных приказов весной этого года, то количество и время между этими проверками в Российской Федерации было существенно увеличено. Если раньше это, условно говоря, проходило каждое от полгода до полтора года, то сейчас такие проверки проводят раз в год, иногда даже раз в два-два с половиной года. И поэтому могут быть ситуации, когда такие небольшие или некритические замечания или поломки, они накапливаются и в какой-то момент приводят к более серьезному сбою. То же самое происходит и с самолетом в воздухе. Когда этих соответствующих факторов, которые приводят к серьезному сбою или катастрофе, в какой-то момент их стоит такое количество критическое, и они приводят к авиационной катастрофе. Потому что любая авиационная катастрофа, она, как правило, это не один или другой элемент. Это, как правило, целая череда. Так называемая цепь звеньев, которые приводят к уже трагическим последствиям. Потому что самолет – это один из самых надежных видов транспорта. И там многие системы задублированы. Там много разных и технических решений для этого сделано, и много, в том числе, решений организационных. И, соответственно, когда начинают расследовать авиационную катастрофу, то приходят к тому, что к катастрофе привел не один какой-то технический сбой или ошибка пилота, а он привел к решению действия целой группы людей, в том числе в плане несоблюдения или недодержания требований и регламентов для обслуживания самолетов. Богдан, а мы можем говорить, сколько времени Российской Федерации понадобится для того, чтобы восстановить отрасль до довоенного уровня? Да, на сегодняшний день, если говорить о восстановлении до довоенного уровня, в условиях санкций, это, в принципе, невозможно. Или, возможно, в условиях, когда санкции существуют только на бумаге и не существуют в действительности. Если говорить об восстановлении условий санкций, речь даже не идет о восстановлении до довоенного или даже до пандемического уровня. При этом, если мы говорим об снятии всех санкций, то, на самом деле, понадобится не так много времени для того, чтобы на сегодняшний день восстановить и техническое состояние, и безопасное состояние самолетов, то понадобится от полгода, возможно, до года. И фактически можно говорить о том, что российская авиация перезапустится. При этом, если российская авиация продолжит существовать в существующих условиях более длительное время, речь идет, полно говоря, о годе, возможно, о нескольких годах, то это придет к тому, что все-таки часть самолетов, они уже будут, их невозможно восстановить до нормального уровня, скорее всего, их придется просто списать. Богдан, спасибо вам большое. С Богданом Долинцем говорили о том, что происходит с гражданской авиацией в России.